Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Визит в Москву индийского премьера Нарендры Моди, как и открывающийся в Вашингтоне юбилейный саммит НАТО, становится хорошими поводами для того, чтобы выяснить, как же все-таки сейчас делится мир. На восток и запад, на запад и глобальный юг – это не пустые теоретические рассуждения, а прикладной анализ современной геополитики. Западу, доминировавшему в течение полутысячелетия, то есть всего периода, когда и начало складываться единое человечество, до этого контакты между разными континентами и цивилизациями или отсутствовали, или же были слабы. Очень не нравится не только закат его эры, но даже стиль рассуждений об этом. Почему все говорят о западе с востоком и тем более западе с глобальным югом? Это неправильно, надо говорить о том, что западу стоят отдельные ревизионистские державы. Да и не западу даже, а всей выстроенной им системе международных отношений, а значит, в интересах всего мира обуздать этих ревизионистов, то бишь в первую очередь Китай и Россию. Вот это будут точные термины и идеологически правильные, настаивают самые упертые атлантисты. Но в их способность контролировать, причем уже не сам миропорядок, а хотя бы глобальный дискурс, язык описания реальности, мало кто верит. В том числе и на самом западе. Даже в период холодный далеко не все соглашались с тем, что главным нервом эпохи являлась капитализм, коммунизм, а уж сейчас поверить в то, что все сводится к демократии или свободного общества и авторитарного, совсем сложно. Поэтому на западе пытаются придумать для себя и для внешнего пользования новые, более сложные концепции, которых мир делится не на две, а на три части. Статью на эту тему написал в Зейцинамис президент Финляндии Александр Стуб, он вовсе не типичный провинциальный финн, жил и учился в Европе и США, женат на англичанки, служил в МИД и даже возглавлял его. Пафос Стуба в том, что западные ценности важны, но и реализм, тоже так и называется его текст, то есть он предлагает Западу признать очевидное. Эпоха западного доминирования, какой мы ее знали, закончилась. Вопрос теперь состоит в том, как будет распределяться глобальная мощь в будущем. Это, конечно, не новость, но оригинальность Стуба в другом. В том, что он делит мир на три части. Мы являемся свидетелями изменения баланса между тремя сферами этой глобальной власти – глобальным Западом, глобальным Востоком и глобальным Югом. Глобальный Запад включает в себя около 50 государств, в основном в Северной Америке и Европе, а также Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию. Эти страны более или менее демократичны и на самом деле более сплочены, чем когда-либо со времен Холодной. Они хотят сохранить нынешний мировой порядок, потому что они создали институты и правила, которые его поддерживают. Но во многом эти институты не отражают геополитические реалии сегодняшнего дня. Глобальный Восток состоит из 25 стран во главе с Китаем. В число его последователей входит Россия, Иран и группа государств, которые склонны голосовать вместе с ними в ООН. Эта группа имеет сильную авторитарную составляющую и хотела бы, чтобы за поду подрезали крылья. Ее члены жаждут мирового порядка, более тесно связанного с их собственными системами государственного управления. Глобальный Юг, группа из примерно 125 стран, представляет собой некое смешение из-за своего разнообразия. В него входят как демократии, так и более или менее авторитарные государства с трех разных континентов. Такие страны, как Индия, Саудовская Аравия, Нигерия, Южная Африка и Бразилия, в условиях меняющегося баланса зарекомендовали себя как колеблющееся государство. Хотя Ступ и признает, что такое разделение на треугольник глобально является неким упрощением, он считает, что оно помогает проиллюстрировать, как меняется мир движущий изменений и называет демографию, технологии и природные ресурсы. А главное в мире идет между Западом и Востоком, за симпатию Юга. Символы, которым оказался наполнен визит премьер-министра Индии в Москву, следует изучать внимательно. Ведь Восток – дело тонкое, как говорил товарищ Сухов, и там мелочей не бывает. Начнем с нелепой. На прошлой неделе наши дорогие коллеги и партнеры. Дескать, когда Сидзимпин прилетел в Казахстан на саммит ШОС, то его в аэропорту прямо утрапа самолета встречал сам президент Такаев. А вот Путина, мол, Такаев не встречал, и следовательно, это такой жест пренебрежения, якобы. Шикарный вывод. Сделанный по схеме пол, палец, потолок. Начнем с того, что Путин просто прилетел на саммит ШОС, как и все остальные мировые лидеры, а Сидзимпин совместил это со своим государственным визитом в Казахстан, и поэтому встречали его по-особому. Кстати, свой государственный визит в Россию Сидзимпин ни с чем совмещать не стал, счел это вполне достаточным основанием, чтобы приехать. Так вот, Путин не встречал Сидзимпина в аэропорту по время его государственного визита, отрядил для этой цели торжественную делегацию во главе даже не с министром, а вице-премьером Чернышенко. В случае с Нарендрой моди почестей было даже чуть больше, встречали точно так же, по высшему разряду, но возглавлял делегацию уже первый вице-премьер Денис Монтуров, третий лицо в государстве. Если кто-то не понял, лидеры великих держав не мотаются в аэропорт. Никогда. Это должен быть экстраординарный случай, чтобы президент США, России, Китая или глава Индии встречал кого-то лично в аэропорту в день прибытия. А вот Ким Чен Ин, да, тот лично встречал Путина в аэропорту. За что тот, кстати, отдельно и очень тепло его поблагодарил. И такая встречал Си Цзиньпина в аэропорту. А вот Байден, Обама, Путин, Си Цзиньпин, Моди так никогда не делают. Потому что не все йогурты одинаковы. Одинаковы. На Западе, естественно, истерика, а чего же еще ждать? Журналисты пишут, что изоляция закончилась. Это, разумеется, чушь. Изоляция никогда и не начиналась, и ни одной минуты не длилась. Визиты на самом высоком уровне как наших лидеров за рубеж, так и иностранных в Москву шли постоянно. Закончилось другое, закончилась последняя возможность притворяться, что хоть какая-то мировая изоляция имеет место. В последнее время пресса Финляндии часто пишет о проблемах жителей восточных районов этого государства. Регион погружается в пучину запустения. Молодежь массово покидает неперспективные деревни. Причина такой ситуации ни для кого секрета не составляет. Благосостояние Восточной Финляндии очень зависело от экономических отношений с Россией, от товаробмена с ней, от российских туристов. В Хельсинки собственноручно зарубили благополучие своего региона, разорвав в связи с РФ и заблокировав восточную границу. Но если к западу от российско-финской границы царит запустение, то к востоку все оживает на глазах. До 80% молодых людей возрастом от 15 до 29 лет, проживающих на востоке Финляндии, считают очень вероятным, что покинут свой регион. Это выяснилось в результате свежего социологического исследования. Издание Suomenma пишет, что для многих юношей и девушек решение о переезде не несет никакой радости, просто ситуация такая, что не оставляет людям иного выхода. По данным нашего опроса, большинство молодежи в Восточной Финляндии, то есть почти 70%, очень любят место, где они сейчас живут, рассказывает социолог Эйя Иронин. Однако, по ее словам, лишь 15% респондентов с востока Suomen считают, что там, где они живут, есть хорошие жизненные перспективы. Отсутствие перспектив трудоустройства является главным фактором, который заставляет молодых людей переезжать, уверенно Иронин. Еще социолог находит интересным, что молодых людей привлекает близость к природе, ощущение и спокойствие. Как правило, двое из каждых троих опрошенных молодых людей говорили, что в конечном счете верят в светлое будущее своих регионов. С другой стороны, лишь около половины участников опроса верят в перспективы работающих здесь компаний. Большинство послушно соглашается с тем, что поддержка климатических решений в промышленности, зеленый переход и государственные инвестиции откроют большие возможности в Восточной Финляндии. Но это, видимо, будет когда-нибудь потом, а жить нужно прямо сейчас. Еще недавно Восток Финляндии очень зависел от российского туризма. Но те времена ушли в прошлое, число приезжающих в Финляндию иностранных туристов сократилось по сравнению с показателями 2019 года примерно на 20%. Финская пресса публикует интервью с Яни Киси, живущим в районе города Лапиенранта, буквально в 200 метрах от ныне закрытого пункта пропуска Войникала на границе России и Финляндии. Когда-то Лапиенранта была одной из главных в СОМе точек притяжения для россиян, которые активно ехали сюда отдыхать за покупками, скупали местную недвижимость. Теперь же, по словам Киси, жители постепенно покидают территорию у восточной границы, сектор услуг сильно сократился. На улицах никого не видно. Тут ужасно тихо. В свою очередь, другой местный житель Петри Куока обеспокоен будущим приграничного района Нуема, в котором проживает пара сотен жителей. Если Нуема опустеет, это станет сигналом другим странам.